Пластик у нас серого цвета. Каждый литник лежит в отдельном пакетике. Привет, мини-арт ICM передает таким образом звезда. Что можно сказать вообще по литью? Ну, литье, конечно, не Тамия и не Менка. То есть, видно, что при разработке пресс-формы старались, но, к сожалению, все-таки чуть-чуть по качеству литья звезда пока еще не дотягивает. Ну, начиная от вот таких вот мест, да, это некие следы от холодной спайки пластика. Если здесь это будет закрыто, там накладывается сверху деталь на верхней лобовой детали, то вот здесь вот на крыле надо будет зашкуривать вот эти вот дефекты. То есть, это на видном месте, это надо в обязательном порядке убирать. Также по краям каждой детали введен шов. Тоже его обязательно надо удалять. Есть какая-то стружка. Также все детали покрыты толстым слоем смазки, то есть, рамки перед сборкой в обязательном порядке надо промыть в теплой воде с фейри. С другой стороны, видно, что проработка деталей очень хорошая. Много всякой тонкой мелочевки. Вот здесь можно смотреть, двортовочка вот такая тоненькая, да. Внизу фартуков, ручечки тоненькие. Достаточно хорошо проработаны днища. То есть, в принципе-то все неплохо. Руки, конечно, приложить надо, но в общем и целом мне вполне нравится. Вот пластик бы чуть получше, было бы литье, не было бы вот этих всех швов, было бы просто идеально. Ну а так, я бы сказал, наверное, на четверочку. Еще одна рамка с крупными деталями. Здесь мы видим башню, борта корпуса, ящики на надгусеничных полках. Кстати, бревно сделано с рельефом, все хорошо. Вот, кстати, деталь, которая прикрывает вот эти вот некрасивости на носу, которые были на прошлой рамке. Здесь мы видим, все хорошо отлито. Боковины корпуса тоже, несмотря на то, что там не видно, ничего практически не будет, имеют все нужные детали. Единственное, что они густо усыпаны следами от толкателей. Ну, в оправдание звезды можно сказать то, что этого всего будет не видно, но те, кто очень серьезно относится, конечно, им придется это все удалять. Ну и вот ствол из двух половин. Виден облойчик, то есть ствол, это такое довольно слабое место в этой модели, его придется дорабатывать. В остальном все вроде более-менее на этой рамке тоже прилично. Вот как раз хорошо видно тоже деталировку на крыше башни. На мой взгляд, все сделано весьма неплохо, весьма на уровне. Еще одна рамка. Здесь мы видим различные элементы башни, ее боковые стенки, гусеницы, ящик зип, который находится за башней, ну и прочее оборудование. Ну, на мелких деталях виден довольно заметный шов, его надо обязательно в порядке удалять. Траки. Ну вот, траки отлиты, на мой взгляд, очень хорошо. Ну, если, конечно, присмотреться, то видно, что вот эти небольшие зубчики, они должны стоять под углом, они тоже идут вертикально, но это уже придирки. То есть, в принципе, для такой технологии изготовления траков все вполне неплохо. Вот пулемет, вернее, его ствол, ну, на мой взгляд, конечно, он не идеален, его по уму надо менять. В остальном все тоже вполне прилично, вполне ажурненько. Ну, конечно, поработать шкуркой тоже придется, но, в общем и целом, все терпимо. С внутренней стороны на траках есть небольшие следы от толкателей, но они действительно небольшие, то есть, все сошкурится очень легко. А вот что мне не очень нравится, это то, что питатели к тракам подходят с обеих сторон. И вот такой питатель, он при... он, ну, грубо говоря, немного портит рельеф. Да, то есть, если его удалить, то аккуратные вот эти вот заклепочки, которые там находятся у нас, ее, она тоже вместе с питателем уйдет. На мой взгляд, конечно, было бы лучше, если бы питатели подходили только с одной стороны, и, соответственно, эту сторону мы бы прятали бы на внутреннюю часть. Но, с другой стороны, наверное, это какие-то технологические нюансы, но моделисту придется, конечно, попотеть, приводя места, где подходит питатель, к такому же виду, как и места, где питателя нет. А вот, кстати, довольно глубокие следы от толкателей на траке, но это тоже внутренняя сторона, и это будет скрыто катком, поэтому, в общем-то, тут все приемлемо. Рамка с деталями в основном ходовой части. Ну, что тут можно сразу сходу сказать? На гусенице сымитирован провис на верхней ветви. Это, с одной стороны, конечно, здорово, а с другой стороны, практически бессмысленно, потому что эта самая верхняя ветвь полностью закрыта от взора. Что у нас тут еще? Катки с катками. На этой модели есть определенные проблемы. Дело в том, что у прототипа между бандажом и вот этой внутренним краем еще есть тонкая полоска металла, окрашенного в цвет танка. Здесь никаким рельефом этот момент практически не выделен, поэтому для того, чтобы копийно покрасить катки, нужно либо самостоятельно изготовить некую маску круглую, либо купить готовый шаблон, либо попробовать нарисовать кисточкой от руки. Но, на мой взгляд, это абсолютно нереально, когда нет рельефа, что-то в абсолютно ровную линию тонкую провести. Поэтому, в общем-то, ну, простой вариант – это забрызгать катки грязью. Более сложный вариант – это купить какой-нибудь шаблон. Ну, для сравнения, у Менга прямо в штатном наборе травления к модели, которая лежит в каждой коробке, есть уже готовый шаблончик, с помощью которого можно легко и непринужденно покрасить бандажи на всех катках. В остальном, тут всё вроде более-менее прилично, никаких криминальных моментов я так сходу не вижу. Единственное, что я отметил на вот этих вот элементах изнутри довольно заметные следы от толкателей, но поскольку они изнутри, и их практически не видно, то, в общем-то, на это можно и закрыть глаза. В крайнем случае, если уж совсем они жить кому-то не дают, их можно зашкурить. В остальном, на мой взгляд, всё вполне прилично и приемлемо. Последняя большая рамка. Здесь мы видим всякую мелочевку от корпуса, башенные люки, запасные бочки с горючим дополнительные и прочую мелочевку. Внутренние поверхности всех люков проработаны, но, с другой стороны, у нас никакого интерьера, кроме этого самого люка. Внутренней части в танке нет, поэтому, в общем-то, если и открывать люки, то только если пихать в них сразу же фигурку танкиста. Что тут ещё можно сказать? Ну, литьё, опять же, вполне приемлемое. Единственное, что уже в процессе сборки на некоторых деталях на башне я уже видел, что были небольшие утяжины. Сейчас сходу не покажу, но, уверяю, они там есть. Но, тем не менее, всё вполне нормально, особенно за эту цену, на мой взгляд, всё достаточно хорошо. Во всяком случае, таких каких-то криминальных смещений я сходу не вижу. Все мелкие деталюшки отлиты неплохо. Толкатели практически везде, где вот я сейчас вижу, расположены на невидной стороне. Поэтому всё вполне приемлемо. Единственное, что, конечно, отделять вот такие тоненькие детальки лучше не кусачками или ножом, а острым лезвием. Потому что иначе, из-за того, что питатель достаточно толстый, можно просто сломать деталь при отделении. То есть, настолько тоненькие они и ажурные все вот эти детальки. Рамка с прозрачными деталями. Детали в меру прозрачные. Единственное, что на крупных деталях видны небольшие утяжины. Ну, на мой взгляд, на прозрачных деталях, тем более, что мы их будем красить под оптику, это не так уж и страшно. Всё, что нужно, всё, что должно было быть в прозрачных деталях, на мой взгляд, дано. Всё очень хорошо и очень похвально. Потому что, к сожалению, не часто встретишь прозрачный пластик на моделях танков. Но это тот самый удачный случай, когда он есть. Сетка и трос. Ну, я бы сказал, что это сразу можно в ведро отправлять. Потому что, ну, на модель с такой проработкой мелочевки, то есть, на модель такого уровня клеить вот это, на мой взгляд, просто как-то глупо. Это только испортит действительно качественную вещь. Это надо либо автомаркетом озаботиться, либо ещё что-то придумать. Но в таком виде это, ну, просто неприемлемо, на мой взгляд. Ну, и последнее – это декаль. Гвардейский значок, на мой взгляд, не удался. Как-то он плоховато выглядит. Ну, и цифры. То, что цифр много и можно подобрать самостоятельно любой номер – это весьма похвально. Единственное, что можно видеть, что подложка под декаль почему-то уже какая-то желтоватая. Я не знаю, как это отразится при переводе этой декали, но, скорее всего, тоже будет желтоватая под цифрами. Ну, это не очень, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, декаль – это, в принципе, не самая важная модель, хотя тоже достаточно важная. Так что остаётся только надеяться на то, что переведётся декаль, когда-то она будет прозрачная. Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Особенно ещё и с учётом того, что цифры откровенно желтят. Они не белые, они жёлтые. Ну, да ладно. Сразу, практически после выхода модели Т-90, вдогонку звезда выпустила набор дополнений к нему в виде фототравления, ствола и резиновых фартуков. Мы его тоже сегодня рассмотрим буквально вкратце. Значит, что нам предлагается сделать? Это поставить фототравление на эти самые резиновые фартуки, поставить новые вот эти ручки-скобы и доработать ствол. Я могу сразу сказать, что доработка ствола травлением – это задача не для начинающих совершенно точно, потому что я на своём Т-90 тоже вставил подобные травлённые детали на ствол. Скажу, что намучился и потратил нервов я очень много, потому что всё это норовит разъехаться, расползтись и каким-то ещё образом неправильно встать. Также отмечу травлённые сетки, как раз это очень хорошо и очень актуально, потому что та убогая сеточка, которая дана в наборе, это совершенно никуда не годится. Ну и плюс здесь предлагается заменить некие тонкие маленькие детали, которые в пластике копийно сделать невозможно. Ну, могу сказать, что это весьма похвально, такой подход вообще, то есть выпуск модели и дополнительно к ней от той же самой фирмы Автомаркет. То есть для тех, кто хочет именно доработать свою модель, а тех, кто не захотят, соответственно, смогут купить её дешевле без вот этих всех дополнительных наворотов. Это очень хорошо, очень похвально. И сейчас тогда перейдём непосредственно к вот этим вот дополнительным деталям. Ствол сделан в три детали. Он действительно точёный, идеально круглый. В общем-то весьма хороший, весьма похож на себя. Единственное, что, конечно, надо внимательно сверяться с инструкцией, чтобы не приклеить что-нибудь криво. В остальном ствол мне, конечно, нравится. Вот резиновый фартук. Ну вот по поводу резинового фартука ничего сходу не могу сказать. Не знаю, как будет на этой резине хорошо держаться краска и грунтовка. Не знаю, насколько вообще оправдано использование именно резины. На мой взгляд, могли сделать так же, как и менка. Просто отформовать пластик, чтобы он был похож на резиновый фартук. Но, с другой стороны, поскольку я ничего не пробовал его ставить, ничего неплохого, нехорошего сказать не могу. Но вот просто отмечу вот такое решение. То есть он гибкий, мягкий. Теоретически его можно, наверное, как-то подогнуть. Но вообще он форму не запоминает совершенно. Он остаётся таким же, как был в коробке. Не знаю, зачем так сделано. Но вот решили так. И травление. Ну, вот мы видим, самое нужное, это, конечно, сетки. Колечки на ствол. Всякие вот другие элементы на стволе. То есть и стяжечки. И прочее. Ну, что можно сказать. Отравление это всегда хорошо. В общем-то, на любой модели оно пригодится. Подведём итоги. Начнём с достоинств и недостатков. Ну, сначала достоинства. Первое достоинство – это, конечно, отличный выбор прототипа. Потому что в те времена, когда ещё эта модель только анонсировала, звезда, конкурентов у неё не было. А спрос был на Т-90 очень большой. И в России, и за рубежом. Все хотели иметь на полке модель этого танка. Поэтому выбор прототипа – это несомненный плюс. Особенно при том, что это отечественная фирма. Это весьма похвально и здорово. Также мне понравилась достаточно подробная деталировка. То есть множество мелких ажурных деталек. Все необходимые элементы, в общем-то, на танке показаны. При том, что сама конструкция прототипа весьма непростая. Поэтому деталировка данной модели – это тоже несомненный плюс. Несомненно, её достоинство. Очень мне понравились прозрачные детальки. Действительно, на этом танке их достаточно много. Это и оптика в шторах, и фары, и задние ходовые огни. И прочее. Поэтому это, в общем-то, необходимо. И очень хорошо то, что звезда на этом не стала экономить. Ну, опять же, касательно экономии. Большое достоинство этого набора – это его низкая цена. Особенно с теми курсами валют, которые мы имеем сейчас. Это стало особенно остро. То есть разница с менговской моделью раза в 4, наверное, на сегодняшний день по цене. А это довольно заметная, в общем-то, разница. Ну и, конечно, плюс этой модели – это высокая доступность. Потому что её можно купить не только в модельных магазинах, но и в магазинах вроде «Детский мир» и прочее. Модель достаточно широко представлена в России. Проблемы с её доступностью никакой нет. Так что это всё несомненные плюсы. И это действительно сильные плюсы. Особенно в России в плане цены и в плане доступности. Это очень хорошо. По минусам пройдёмся. Я могу сказать, что литьё, конечно, не идеальное. То есть видно, что старались. Видно, что выжили, наверное, максимум из той технологии, которая на сегодняшний день есть на «Звезде». Но, к сожалению, до китайских и японских грандов пока что это всё-таки не дотягивает. И это видно, это заметно. То есть руки приложить тоже придётся к модели. Это, в общем-то, неизбежно. Также мне категорически не понравились сетки и трос. Ну, они просто совершенно как-то даже как от другой модели впихнуты в эту коробку. То есть прекрасная проработка пластика и такие страшненькие нитки. Ну, просто даже не увязываются, в общем, совершенно. И это требует однозначной замены. То есть это такие откровенно слабые места модели. Нельзя сказать, что это самое важное в модели. Да, там трос может отсутствовать, сетки. Ну, сетки можно самостоятельно вырезать из какой-нибудь более ажурной сеточки. Но всё-таки это достаточно неприятно. И хотелось бы, чтобы в наборе уже сразу было что-то поприличнее. Также мне не очень понравился ствол из двух половин. И вообще у прототипа ствол достаточно сложный. Он имеет такую переменную толщину, хомуты, поперечные детали. И сделать его в пластике, несомненно, сложно. Но мне кажется, такой способ, когда весь ствол состоит всего из двух половинок, это наименее предпочтительный всё-таки вариант. Потому что без смещений, без долгого шпаклевания и доведения его до круглой формы, ну, совершенно никак, к сожалению, не обойтись. Это тоже неизбежность. И, конечно, по уму хорошо бы его менять на автомаркет. Ну и последний такой сходу недостаток, который я могу сказать, это отсутствие отбортовочек на катках. Без этих отбортовочек, без специальных масок нормально покрасить катки, к сожалению, практически невозможно. Ну, можно, конечно, их и грязью закидать, но это, на мой взгляд, не оптимальный вариант. И это такая откровенная ошибка. То есть отбортовка минимальная всё-таки должна быть. Они не должны быть вот такими настолько плоскими боковины колёс. Подводя общий итог, что можно сказать по этой модели? Модель вышла, насколько я помню, в 2011 году. А анонсировали её чуть ли не там в 2006-2007. И, на мой взгляд, модель, конечно, подзапоздала. То есть, если бы она вышла намного раньше, чем Менговская, то её, так сказать, рыночное будущее было бы гораздо лучше. Потому что вышли они параллельно практически с Менгом, а Менг, как это ни грустно признавать, но по уровню проработки, по качеству, всё-таки на голову выше звезды. Конечно, он и дороже намного, но для тех, кто хочет построить действительно качественную копию, скажем так, стоимость приведения звездовской модели до того же состояния деталировки, что и Менг, наверное, выйдет в сопоставимую сумму уже с Менговской коробочкой. Поэтому, кому я могу рекомендовать вообще эту модель? Ну, на мой взгляд, для новичков, для мальчишек, которые только делают первые шаги в моделизме, или для, в принципе, не очень искушённых моделистов, эта модель весьма хороша, потому что достаточно разумно сделаны траки. В общем и целом, подробная качественная деталировка, есть прозрачные детали. Ну, и в конце концов, собрав эту модель, можно поставить на полку действительно модель, которая будет очень похожа на Т-90. Но тем же, кто хочет уже совсем такую практически идеальную модель, тут, конечно, лучше бы всё-таки, мне кажется, взять Менг. Да, он дороже, но он и качественнее отлит, и там нету проблемы с катками, там сразу же есть сеточки. Ну, и так далее. Поэтому, для, так сказать, начинающих и средних моделистов, да, несомненно, берите звезду. Своих денег, я считаю, эта модель стоит на 100%. Это отличный вариант для такого неискушённого моделиста. Если же вы уже избалованы Томией, последними наборами Тромпетера, Менгом и прочим, то, конечно, эта модель может вызвать некоторое разочарование, потому что до самых современных наборов она, к сожалению, пока что ещё не дотягивает. Даже с применением набора автомаркета Звездовского, всё равно по качеству литья, к сожалению, ещё пока не на высочайшем уровне. В общем-то, на этом всё. Если вам было интересно, ставьте лайки. Для того, чтобы быть в курсе новых видео, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok